Здарова, народ! Давно не виделись, и в этот раз поговорим про то, что, так сказать, модики некоторые, особенно есть один довольно-таки популярный, да может даже и некоторые популярные, которые добавляют в запрещенные моды, и вам нужно их удалять и не пользоваться ими, поскольку чем раньше вы их удалите, тем быстрее привыкнете играть без них. Первый модик, который добавляют в запрещенные, это направление стволов на миникарте, который показывает, куда враги смотрят. Этот мод будет запрещенный, и он довольно-таки популярный, мне кажется, так что теперь вам придется обходиться без него. Следующий мод, который станет запрещенным вскоре, мод тылы, индикатор направления ближайшего противника. Как по мне, этот мод дурацкий, но кто использует, пора его удалять. Ну и третье, что добавляют все моды, указывающие местоположение противника за границей отрисовки. Ну это очевидно, почему такого не должно быть, а вот первые два мода довольно-таки популярные, и разработчики очень долго тянули с ними, чтобы добавить их в запрещенные. Хотя уже года два или три назад говорили, чтобы сразу их добавили в запрещенные и не парились. Ну разработчики приучили игроков к модам, сделали сайт с модами, где можно качать модики и модпаки. В принципе, модификации давно в игре развиваются, они очень популярные, а теперь хобана и некоторые популярные моды добавляются в запрещенные. Как по мне, это очень неприятно очередной раз для игроков. И картошка игру как-то разрабатывают таким образом, чтобы всегда зацепить как можно больше игроков, причем зацепить их не с хорошей стороны, а сделать им что-то неприятное. Кому-то понерфили его любимый танк, кому-то забрали его любимый мод. Многих не устраивает, куда двигается игра и как она развивается. И как по мне, это очень плохо и разработчики сами во всем виноваты. Очередной раз грибанут говна. В принципе, по заслугам надо было делать все быстро и четко. Но если посмотреть стрим с разработчиками, вы поймете, почему все проблемы в игре не решаются, а накапливаются. Поскольку все проблемы, за которые разработчики не хотят браться, они их просто откладывают на потом, потому что «Ой, сложно», «Ой, что-то впадло», «Лучше что-то другое». Ну и все в таком духе. Вот и накапливаются такие вот проблемки. А потом, когда уже доходит дело до их решения, они решаются тяп-ляп. Ну и в принципе, все проблемы в игре решаются таким образом, что они просто откладываются чуть на потом, а некоторые вообще просто забиваются. Ну и еще что могу вам сказать, что скоро будет новая волна банов за запрещенные моды. Те моды, которые только что вот добавили в список запрещенных, за них пока еще банить не будут в следующей волне. Но через одно там уже будут банить, поэтому можете уже удалять и приучаться играть без них. На мой взгляд, нужно сделать следующее. Добавить нормальную послебоевую статистику. Но разработчики не хотят это делать, потому что люди будут видеть, что они иногда выиграют, иногда проиграют. Нельзя такое видеть. Мы же играем как в казино. Нельзя добавлять время в ангар, потому что люди не должны знать, сколько они играют. И нельзя добавлять послебоевую статистику, потому что люди не должны видеть, что они проигрывают. Но они же тупые, и они же не видят, что они проиграли. Также еще нужно было добавить для блокеров свободную камеру в реплеях, чтобы они нормально могли видосики снимать. Я не знаю в чем проблема добавить милипиздрический модик в игру, чтобы он просто был и нормально работал. Это не делается вообще никогда. Сколько игрок существует, столько это и не делается. И последнее, чего не хватает в игре. В ангаре должен быть раздел, где можно четко посмотреть броню всех танков. Наклонную броню, рикошеты, пробития, все посмотреть снарядами, все понять, какие танки куда, что, как стреляются, какая у них броня. Это все должно быть четко, ясно и понятно. Но этого тоже нет. Ну и еще через время, может быть, добавят еще один мод в запрещенные. Не так давно я лазил в центре поддержки World of Tanks на сайте центра поддержки. И там была где-то на какой-то странице приписочка, что модификации в бою, которые показывают уязвимые зоны врага, шкурки так называемые, модули там показывают, куда стрелять. Этот мод тоже рано или поздно станет запрещенный, когда разработчики сделают какой-то функционал в игре, для того, чтобы людям было понятнее, куда целиться. Что это будет за функционал, хрен его знает. И когда это сделают, тоже неизвестно. Но, как обычно, разработчики делают все тысячу лет, поэтому не в скором времени, это будет лет через 200. Ну и все в таком духе, вот так вот картошечка и развивается. Если бы картошка добавила все эти три изменения, которые нужны в игре. Послебоевая статистика, функционал для просмотра брони всех танков и свободная камера в реплеях. Да и в принципе, можно было бы как-то доработать возможность снимать красиво видео. Это для их же популярности игры было бы полезно. Было бы больше красивых видео. Если бы все это добавили в клиент, то можно было бы закрыть вообще моды, чтобы все играли в равноценную нормальную игру. Это бы снизило количество всяких проблем. Что много читеров в игре, что после выхода всяких патчей у многих игра глючит из-за тех же самых модов. Да и в центре поддержки, если вы играете на клиенте с модами, вам никто не поможет. Но разработчики не закрывают модификации, потому что они берут иногда идеи и моды и добавляют их в игру, потому что мододелы делают часть работы вместо разработчиков, которые обленились и ничего уже вообще не делают, а берут готовое у мододелов. С вами был Варчик, орать красиво, пока.